добрый день дорогие друзья мы начинаем эфир передачи александр булгаков макроэкономический обзор часть 2 вчера было очень интересно с огромным интересом ожидаешь что будет во второй части александр добрый день добрый день ну как и обещал во второй части будет самое интересное как выяснилось для многих это какие-то реальные расчеты на которых можно строить какие-то прогнозы по доллару рубль это очень многих интересует на самом деле конечно точного прогноза дать невозможно потому что никто не знает будущего но я хочу просто показать свою методику каким образом можно определить какие-то реальные границы в которых валюта может двигаться исходя из того что я говорил раньше вот ну вот как раз мы открыли эту картинку на которой мы можем видеть динамику некоторых расчетных величин и на нее же наложен реальный курс доллара который устанавливался центробанком потом показано на зеленой линии чтобы это как говорится была ассоциация вот эта зеленая линия показывает именно курс cb на начало каждого месяца начало графика она по-прежнему идет с девятого года с начала девятого года и по настоящее время вот я в прошлый раз закончил на такой важной величине которая отслеживается на сайте астробанка как золотовалютные резервы сейчас мы пытаемся определить связь между этим показателем золотовалютных резервов и возможным курсом американского доллара вот меня иногда упрекает то что я совершенно игнорирую такие вещи как цена нефти там значит и баланс торговый и так далее то есть эти все факторы конечно они же косвенным образом влияют на курс американской валюты но их невозможно все учесть то есть они не подлежат никому подсчету это все очень субъективно на самом деле и рынка может восприниматься по-разному вот но это вот макро статистика то что мы можем действительно объективно посчитать я не говорю что из этого можно увести конкретный прогноз но границы мы точно определим то есть сумасшедшие все прогнозы что доллар скоро будет стоить 30 или 20 рублей мы сразу отбрасываем при помощи вот этой методики и что он будет 500 рублей тоже сразу отбросим сейчас я объясню почему что бы не происходило на рынке нефти что бы не происходило с валюта обменными операциями касающимися экспорта и импорта вот все равно центральный банк следует определенной политике вот это количество долларов которым он располагает как он в какой-то степени всегда соотносится с той рублевой массой которая находится в денежном обращении вот конечно я не буду утверждать это было бы неправильно утверждать как некоторые говорят что мы можем получить примерный курс доллара взяв просто денежную массу и разделив ее на все валютные резервы центрального банка вот это совершенно не так вот если бы это было так то мы бы видели совершенно четкую картину связи курса и денежной массы в то же время мы можем и на истории посмотреть что были такие периоды когда денежная масса росла и курс доллара успешно падал то есть не все так просто как хотелось бы вот что я предлагаю чтобы более строго оценить вот эту величину соотношение золотовалютных резервов и денежной массы ну во первых я замечу что золотовалютные резервы которые исчисляет центробанк вот он включает в него не только свои собственные резервы активы которые находятся в основном в обязательствах иностранного государства иностранных государств вот но также он включает в этот показатель так называемые фонды которые формально формально этими фондами распоряжается минфин это резервный фонд и фонд национального благосостояния и в этих фондах содержится примерно сейчас 125 миллиардов долларов из того общего числа 386 которыми как считает располагает центральный банк на самом деле он не располагает он располагает соответственно суммы 386 минус 125 ну порядка 260 получается миллиардов вот он хотел бы располагать и на самом деле к этому и сводится его политика если кто-то может быть обратил внимание на прошлом графике который показывал в конце первой части мы видели что произошел во второй половине года некоторый рост золотовалютных резервов вот за счет чего произошел этот рост надо сначала разобраться он не мог произойти за счет того что центробанк непосредственно покупал валюту он этого не делал то есть он это делал там где-то в середине года очень немного маленькими такими партиями по 200 миллионов в день и это очень быстро все закончилось а в конце года он точно уже ничего не покупал вот в конце года происходило другое в конце года происходили напротив расходы минфина он расходовал валюту из своего резервного фонда казалось бы расход валют из резервного фонда означает ее продажу а продажа валюты по логике вещей должна приводить к укреплению рубля и снижению курса валюты когда какое-то массированное идет такое действие по продаже но ничего подобного как мы помним в конце прошлого года не произошло напротив уже в конце декабря а особенно в начале и середине января курс американского доллара как мы помним очень хорошо взлетел и это связано не только с тем что развернулась резкая цена на нефть вниз но это связано также и вот с теми явлениями о которых я говорю сейчас то есть сам по себе факт движение цен на нефть он как бы является внешним по отношению к этому процессу он может быть каким-то катализатором, пусковым механизмом потому что на самом деле это все отсрочено то что получает бюджет в результате нефтяных цен оно идет с большим временным лагом и непосредственно сразу на рынок воздействовать не может ну кроме может каких-то там ультрадейных колебаний которые связаны с такими скачками но на самом деле требуется несколько месяцев чтобы вот рынок переварил эту информацию так просто устроена методика взимания этого нефтяного налога она уже со ставанием как минимум на месяц идет по средней цене от 15 до 15 числа пока она доберется до бюджета то есть действие отсроченное получается вот такая ситуация значит ситуация в чем на самом деле Минфин не продает валюту через биржу и на самом деле золотовалютные резервы от такой продажи которые осуществляет Минфин при той методике как применяет Центробанк они не уменьшаются они просто плавно перетекают со счетов Минфина на счета Центробанка вот мы и видели как росла эта составляющая золотовалютных резервов собственно Центробанка она выросла с лета где-то около 200 болталось миллиардов до 260 вот сейчас миллиардов плюс еще дополнительное влияние на рост этих резервов оказала их переоценка потому что как мы знаем золотовалютные резервы состоят из разных компонентов они состоят из евро долларов какое-то количество там золота есть вот и если меняются цены на эти компоненты то соответственно может меняться и переоценка выраженная в долларах меняется курс евро меняется курс доллара вот они туда-сюда плавают эти колебания мы тоже можем видеть на самом деле это не означает что Центробанк что-то покупает или что-то продает вот и такая ситуация у нас сложилась и именно благодаря тому что Минфин тратит деньги таким способом откладывая как результат эти валютные резервы на счета Центробанка Центробанк соответственно на сумму купленных как бы купленных у Минфина денег в соответствии с правилом currency board о котором я говорил выпускает аналогичное количество рублей по текущему курсу соответственно эти рубли выбрасываются в экономику происходит эмиссия за счет этой эмиссии соответственно при том же количестве неизменившимся золотовалютных резервов мы должны помнить еще по такой вещь как денежный мультипликатор вот количество рублей увеличивается еще больше соответственно курс национальной валюты падает поэтому каждая трата Минфина означает в принципе увеличение курса иностранных валют и снижение курса рубля что мы наблюдали что дальше произошло в январе в феврале произошло то что Минфин перестал тратить деньги из резервного фонда он стал экономить то есть все деньги которые тратились они были за счет переходящих остатков прошлого года в общем там какое-то количество израсходовали потом просто тупо резали все расходы на себе это уже очень многие почувствовали особенно в регионах выстроились очереди зарплаты стали недополучать задерживаться пенсии то есть эти эффекты уже пошли вот такая ситуация ну и пока что я думаю что эта ситуация будет стараться будут ее стараться продолжить достаточно длительное время вплоть до осени если это получится и насколько это получится видимо политика сейчас идет на жесточайшую экономию направленную на то чтобы была жесточайшая экономия по всем параметрам то есть будут резать не только социальные расходы это тоже как говорит само собой к этому мы привыкли но даже уже посягается на святую то есть на расходы военные я думаю что просто без этого нам трудно будет выжить поэтому политика центробанка и политика Минфина сейчас работают именно в эту сторону теперь рассмотрим конкретные данные которые мы имеем на сегодняшний день вот здесь кроме зеленой кривой о которой я сказал у меня есть две таких важных кривых одна из них кривая это расчетный курс доллара по денежной базе она находится на самом низу такого голубого зеленоватого слегка такого голубого цвета чуть ниже зеленой линии обозначающей курс доллара что это такое эта кривая представляет в себя перечень значений во времени которые получаются путем деления золотовалютных резервов которые находятся именно в распоряжении центробанка на денежную базу которую я говорил раньше то есть денежная база сейчас порядка 11 триллионов рублей и соответственно золотовалютные резервы примерно 260 миллиардов долларов и мы получаем текущий курс расчетный именно по денежной базе 40 рублей что означает эти 40 рублей это тот курс национальной валюты который бы имели при 100% резервировании которого у нас как вы знаете нет и ни в одной стране мира такого нет то есть везде мы имеем систему с центральным банком и частичным резервированием о котором тоже рассказывал то есть это идеальный случай это означает что на сегодняшний день всякие прогнозы которые говорят что курс доллара ниже 40 это чушь это быть не может если мы посмотрим на историю то то скажем стабильные времена 11 и 12 год ну такие псевдо стабильные времена когда мы помним курс доллара был порядка 30 расчетный курс доллара по денежной базе был на уровне 20 то есть соотношение примерно 1,5 так что если мы вот эти 40 умножим на полтора мы получим где-то близкую к текущему однюю ситуацию то есть 60 вот 60 это теоретически что могли бы достигнуть сейчас мы где-то находимся около 65 ниже 60 тоже не будет по этой причине которую я сказал теперь посмотрим верхний предел для этого посмотрим расчетный курс доллара по денежной массе как мы помним денежная масса у нас всегда больше денежной базы сейчас коэффициент между коэффициентом денежный мультипликатор отношение денежной массы денежной базы составляет 3.35 соответственно тот расчетный курс который мы можем получить путем этого деления аналогично так как мы делали с денежной базой получается около 135 рублей то есть на сегодняшний день это тоже верхняя граница всякие прогнозы которые говорят что курс доллар может быть 200 300 500 и так далее тоже чушь современная макроэкономическая ситуация она не позволяет это сделать она не меняется так быстро то есть она может какие-то периоды ускоряться в периоды кризисов но когда ситуация такая относительно стабильная ожидать такое вряд ли стоит поэтому когда я вижу прогнозы так называемых эллиотчиков которые некорректно используют принципы эллиота вот они там рисуют какие-то страшные картины курс доллара должен сначала упасть до 40 до 30 потом подняться до 300 какие-то страшные такие шарахания ужас что там рисуется ну чушь собачья просто мы должны помнить о том что вот такие пределы сейчас у нас есть из-за них мы ну никак не должны быть что на самом деле происходит в реальности в реальности я ввожу такое понятие обеспеченность денежной массы золотовалютными резервами то есть эта обеспеченность всегда меньше 100% на истории не бывает такого чтобы она была 100% вот если мы посмотрим на стабильный период то показатель порядка 60% вот это где-то тот расчетный курс при котором мы можем рассчитывать на псевдостабильность я говорю псевдостабильность потому что на самом деле конечно никакого стабильного курса не бывает он все время колеблется как вы знаете есть рыночные факторы есть какие-то каждый день спрос участников рынка предложения их представление о том куда курс двинется это все очень сильно влияет но я говорю о таком как бы значении к которому все тяготеет вот сейчас это значение оно по моим подсчетам составляет 80 рублей и эти 80 рублей называют целевым курсом центрального банка который обусловлен его политикой сейчас я предлагаю переместиться на следующий слайд где у меня представлена расчетная табличка это мы посмотрим как это все рассчитать вот я эту табличку похожую табличку когда-то уже показывал но может кто-то не видел сейчас она более свежая вот все данные этой таблички взяты из открытых источников этих источников здесь всего-навсего два это сайт центробанка и сайт минфина все источники со ссылками в интернете показаны в столбце источник все показатели которые я беру непосредственно с этих сайтов выделены строчками окрашенными синий цвет все черные строчки это расчетные показатели соответственно с сайта ЦБ мы можем взять показатель денежной базы он там публикуется наличные деньги вне банковской системы или денежный агрегат М0 денежный агрегат М0 это просто все наличные деньги которые не находятся внутри банков и на счетах сетербанка то есть те которые отпущены в оборот денежная масса М2 вот напомню денежная масса М2 включает в себя и денежную базу то есть наличные деньги и деньги которые были произведены банками то есть она включает в себя не только текущие счета она включает также и депозиты дальше дальше подсчитывается денежный мультипликатор в следующей строчке как отношение денежной массы Н2 к денежной базе высчитываются денежные ресурсы банков которые у них остаются если мы вычтем от денежной базы наличные деньги вне банковской системы вот рассчитываем банковские депозиты таким же образом вычев только уже из М2 мы высчитаем М0 получаем банковские депозиты и можно рассчитать кроме денежного мультипликатора который я говорил который я говорил который равен примерно 3.35 так называемый банковский мультипликатор чем он отличается от денежного мультипликатора вот он не включает в себя как раз наличную составляющую то есть берется отношение тоже каких-то двух величин таких же похожих только из денежной базы вычитается М0 и из денежной массы тоже вычитается М0 то есть все наличные деньги которые находятся вне банков вычитаются и остаются чисто банковские деньги и вот если мы посчитаем банковский мультипликатор то он уже будет не 3.35 а будет уже 8.18 причем больше вот и видно откуда эти создаются избыточные деньги о которых я говорил дальше справочно в таблице берется куст доллара с того же сайта ЦБ РФ золотовалютные резервы которые тоже публикуют ЦБ РФ дальше с сайта Минфина можно посмотреть валютные активы фонда национального благосостояния резервного фонда вот в следующей строчке я высчитываю разницу между золотовалютными резервами которые числят Центробанк и этими фондами то есть то что остается непосредственно в распоряжении Центробанка ну и дальше все просто делается расчетный курс доллара по денежной массе путем деления соответственно высчитанной денежной массой и золотовалютных резервов и денежной базе и две два параметра обеспеченности денежной массы и денежной базы вот мы видим что начало марта у нас расчетный курс был 82 сейчас он пошел немножко вниз на 80 вот еще раз подчеркну что 80 не означает что это какой-то прогноз на ближайшее время там или более отдаленное это целевое значение то есть Центробанк говорит что он таргетирует инфляцию он хочет сделать инфляцию 4% это тоже можно считать следствием вот этого таргетирования при таком таргетировании если он достигнет такой инфляции вот курс должен туда уйти просто он об этом не говорит ну нельзя просто достигнуть одного без другого ну что касается вообще понятия инфляции то что мы смотрим на сайте Центробанка это конечно далеко от действительности сейчас он числит эту инфляцию это очень низкую по сравнению с тем что она должна быть ну потому что сама методика расчета инфляции она несовершенна изначально понятие инфляции это всего лишь навсего увеличение денежного предложения инфлейшн вот и поэтому когда мы видим на сайте Центробанка что инфляция сейчас равна 7,3% это конечно неправда это инфляция совсем в другом смысле она рассчитывается в соответствии с индексом цент при выборе какой-то потребительской корзины и этот показатель он сильно зависит от выбора самой этой корзины конечно если одну и ту же корзину все время просматривать то какую-то динамику можно отследить по крайней мере можно сказать меньше или больше но вообще-то это я считаю большая глупость так же как и приедет покупательные способности есть такая штука мы можем там как крайний пример индекс Биг Мак привести сколько стоит этот гамбургер в разных странах посчитать и сравнить насколько одна валюта значит будет другой может относиться чушь вот ну вот собственно дальше что мы можем сделать еще глядя на эту табличку и предыдущий график вот это попытаться представить а что же будет делать дальше Минфин и что будет делать дальше Центробанк то есть каким образом будут меняться основополагающие величины для того чтобы рассчитать этот курс куда он будет двигаться вниз или вверх исходя из того что вот уже идет третий месяц задержка Трансминфина вот я думаю что все таки карантик будет немножко откручен пока немножко то есть какая-то часть средств из резервного фонда будет все таки реализована переписана на счет Центробанка и какая-то эмиссия произойдет хотя в общем-то сейчас этот процесс в значительной степени тоже сдерживается другим фактором как вы знаете нефть внезапно развернулась вверх и сейчас имеет хороший устойчивый тренд вверх соответственно с каким-то временным лагом это скажется на том что в бюджет будут поступать дополнительные доходы которые перестали у него поступать после того как не отснизилось то есть вслед за периодом такого периодом такой явной диеты может быть немножко нас отпустит вот и это позволит Центробанк и Минфину и дальше успешно удерживать денежную базу денежную массу в разумных пределах и соответственно может быть немножко прибавлять по крайней мере на свой счет этих золотовалютных резервов что в общем-то противодействует тенденции дальнейшего ослабления рубля на мой взгляд самая небылоприятная ситуация у нас сложится опять к осенью и ближе к зиме ну во первых осенью как вы знаете важное политическое событие так называемые выборы вот и думаю что к выборам вряд ли власть допустит каких-то таких вот серьезных отрицательных явлений старается немножечко подбросить денег ну соответственно потратить вот эти самые фонды которые у нас есть что уже дальше когда выборы пройдут приведут опять к росту и денежные базы и денежные массы то есть эмиссия так или иначе будет делаться на самом деле любая трата резервного фонда означает как раз эмиссию и эта эмиссия идет на покрытие бюджетного дефицита то есть то что прямо запрещается законом центральный банк не должен покрывать бюджетный дефицит путем эмиссии вот этот закон обходится таким хитрым образом просто деньги перемещаются с одного счета на другой и вместо них выпускаются рублей от Минфина в Центробанк из одного кармана в другой переместилось сумма не изменилась рубли выпустились и мультиплицировались вот пока у нас резервный фонд позволяет это делать пока он не полностью израсходован можно делать такую граничную эмиссию несколько неясно что можно будет делать дальше когда этот резервный фонд закончится то есть такого же способа эмиссии делать будет нельзя видимо тогда мы еще в одной раз увидим какое-то изменение в политике Центробанка но пока правда надежда на то что до этого не дойдет что нефть у нас будет расти и дальше в космос дорастет там до 100 и выше вот и все будет хорошо и можно будет опять ни хрена не делать и пожинать плоды собственной самобытности и так сказать духовный скреп на самом деле мне кажется на это рассчитывать не стоит это было бы очень самонадеянно даже преступно я не думаю что на самом деле нефть может сейчас выйти очень существенно выше чем она есть все данные говорят о том что этот рост а сейчас он вообще идет ни на чем должен прекратиться и застой в нефтяных ценах мы можем иметь на несколько лет и просто нужно привыкать к тому что экономику можно строить на чем-то другом а не на ожидании постоянного роста сырьевых ресурсов с курсом доллара мы наверное пока закончим и перейдем к последней завершающей части где я немножко расскажу о банковской системе это все тоже достаточно связанные вещи поэтому прошу Игорь показать следующий слайд тут конечно немножко мелковато все это получилось Александр а я вижу что 7 слайдов седьмой то будем смотреть ну там они как бы связаны между собой к сожалению может быть надо было их полностью вместе как-то соединить а ну вы скажете когда поменять скажете я поменяю да да то есть здесь представлен баланс по валютам группа государственных банков на следующем слайде такой же точно структуры представлен баланс по валютам всех банков в целом вот почему я решил такие балансы показать потому что сейчас идут разговоры о том что вот у нас сложилось в банковской системе такое положение когда валюта стало очень много да и вообще и ликвидности очень много стало она вообще там некуда ее девать вот все у нас вроде как завалить всего нет проблем вообще поэтому и доллар будет падать ну на самом деле у кого как есть такое понятие открытая валютная позиция вот она подсчитывается путем деления разницы между валютными активами и обязательствами в валюте отнесенными к собственным средствам банка вот у каждого банка можно такое показатель посчитать есть норматив центрального банка который предписывает во всех случаях эту суммарную позицию держать не выше 20% вот сейчас конечно все это не так если мы возьмем эту позицию посчитаем по многим банкам она будет выползать очень далеко за эти 20% как в одну так и в другую сторону и ситуация у всех банков разная я выделил группу государственных банков где эта позиция шартовая и так получилось вот эти 20 с чем-то банков которых считается что это банки с государственным участием в них валютные обязательства превышают валютные активы вот и если их отнести к собственным средствам этой группы банков то как раз мы где-то на грани этих 20% и находимся ну это так сказать по больнице в целом если мы возьмем отдельных особо воздающих представителей типа например банка ВТБ то там это валютная позиция открытая и шартовая на уровне 51% получается вот причем Андрей Владимирович Костин держит шартовую позицию по валюте примерно с тех времен когда доллар стоил еще ниже 40 рублей вот поэтому я думаю что это одна из причин почему центральный банк сейчас о чем я говорил раньше не торопится отпускать валютный курс хотя в общем-то с точки зрения того равновесия которое я говорил надо было отпустить немножко повыше то есть немножко ослабить вот есть другая группа банков давайте посмотрим следующий слайд хотя от слайдов только мало потому что цифры мелкие вот я все равно словами скажу что там это группа всех банков в общем можно в принципе не листать там я могу сказать сразу что в целом по всем банкам ситуация обратная по всем банкам в целом позиция по валюте лонговая вот если вычесть одну группу из другой то есть от всех банков отнять госбанки останутся все остальные банки на группу госбанков приходится примерно 60% всех активов соответственно на группу всех остальных 40% вот вот эти остальные банки у которых 40% всех активов они совершенно перевернуты ситуацией на валюте у них открытая валютная позиция находится лонги вот выдающиеся представители отдельные например альфа банк умудрился эту открытую валютную позицию загнать выше 150% лонговую поэтому центробанк вообще-то сейчас на самом деле в тяжелой ситуации вот куда бы он не гнал курс какие-то банки будут вынуждены пострадать уже только по этой причине ну если просто например сам курс возьмем вот сейчас нефть развернется резкого низ и мы получим ситуацию которая у нас была в январе что в этом случае произвел СТБ даже страшно представить то есть один раз там он выдержал там залили его вот выдержит или на вторую вторую дарь я не знаю но это государственный банк который ни в коем случае должен быть слит альфа банк альфа банк тоже или обратно если курс будет так дальше двигаться вниз сразу плохие дела становятся у достаточно крупных банков не входящих в группу государственных то есть антробанк на самом деле сейчас должен проводить какую-то очень гибкую политику стараясь вот этот курс держать в каких-то определенных пределах так чтобы и волки были святые овцы целым но я вижу что на самом деле пока что эта политика идет в сторону поддержки госбанков и такого наплевательского отношения к банкам частным и это обусловлено конечно не только таким каким-то злонамеренным стремлением одним дать преимущество другим наоборот ну и некоторыми объективными вещами которых опасается и задавно вот я понимаю чего она опасается я понимаю почему она не будет снижать ставку вот на ближайшем заседании она не снизит ставку но если только на нее сильно не надавит она это делать не будет дело в том что конечно если мы посмотрим на ту нарисованную инфляцию которая на центробанке там допомню 7,3% и на ключевую ставку которая равна 11% возьмите естественно вопрос а почему собственно почему у нас ключевая ставка до сих пор выше инфляции на ответ на самом деле очень простой инфляции то у нас на самом деле это не соответствует тому что мы видим на сайте ЦБ там ерунда написана это считает не ЦБ это считает какие-то статистики там по какой-то потопительской корзине и это не инфляция но дело в другом есть такая штука которая называется сальдо между предоставлением и абсорбированием ликвидности центрального банка вот до сих пор пока это сальдо у нас плющи это означает что дефицит ликвидности сохраняется и центральный банк заинтересован в том чтобы поддерживать этот дефицит ликвидности он не хочет чтобы этот дефицит превратился в профицит потому что не без оснований полагает что если этот дефицит ликвидности превратить в профицит то соответственно банки начнут им командовать он этого не хочет он не хочет упустить контроль то есть банки надо просто сами предлагать а сколько мы предложим центральному банку держать его в инструментах к каким ставкам сейчас все назначает центробанк все прекрасно он владеет ситуацией у него все под контролем если мы только представим что ситуация перевернулась и бюджетный дефицит в смысле структурный дефицит ликвидности сменится структурным профицитом ликвидности то мы будем иметь такую тенденцию которая сейчас уже некоторые собережения считают что она происходит как увеличение остатков банков на счетах ОЦБ начнет усиливаться вот вся эта накапливающаяся масса в один прекрасный момент хлынет на валютный рынок потому что больше деться и некуда как многие знают никакого кредитования сейчас практически не происходит оно замерло мы находимся в ловушке стакуляции банки не могут распихать деньги там действительно избыток денег но как я говорил там избыток не настоящих денег настоящих денег там как раз не хватает там избыток этих нарисованных денег которые рисовали в период кредитной экспансии и сейчас задача кризиса которую я считаю только мы начинаем по-настоящему ощущать заключается в том что какими-то способами изъять эту избыточную денежную массу что и делает Центробанк и он будет это делать дальше дальше это будет дело сложнее понятно по-видиму по-видиму будут придуманы какие-то инструменты сейчас появился такой инструмент как ГКО у Минфина Александр я извинюсь давайте подведем итог тогда нам надо двигаться дальше хорошо давайте подведем итог какая основная идея вы сделаете из всего этого если взять одну основную идею я считаю что очень благоприятная тенденция состоит в том что сейчас идет однозначно какой-то уклон однозначно идет в пользу государственного сектора экономики то есть банки начинают тоже захватывать государственную так сказать власть в этой системе за счет мелких банков и даже не очень мелких а просто частных то есть госсектор начинает превалировать еще больше это очень опасно потому что это нас не выведет из кризиса а только будет заводить еще дальше все примеры которые мы видели в истории показывают что это очень пагубная политика мы должны рассчитывать только на частный капитал никакого государства понял вас спасибо вам огромное Александр очень интересно вам хорошего дня удачи на рынке спасибо всем удачи в торгах спасибо до свидания до свидания Продолжение следует...